Идёт подготовка материалов для сооружения компостной кучи. Для сооружения будут использованы столбики, из которых сейчас вытаскивают гвозди. Сейчас с помощью бура на размеченном участке под компостную кучу высверливаются отверстия, в которые будут вставлены столбики. Глубина отверстий должна быть примерно 40-50 см. Для того, чтобы столбик, который устанавливается по углам компостной кучи, стоял прочно. Вот сейчас столбик установлен в отверстие. Его уплотняют грунт. Засыпают грунтом, уплотняют грунт. И этот столбик будет служить одним из углов для сооружения компостной кучи. Вот сейчас по разметке высверливается отверстие для следующего столбика. Высверливается с помощью бура. Так как здесь грунт песчаный, это не очень сложная работа и под силу одному человеку. Устанавливается очередной столбик в углу компостной кучи. Размеры компостной кучи должны быть примерно 2-2,5 метра на метр. Или нужно сделать ее такой, чтобы она подходила под размеры того материала, из которого куча будет сооружаться. Идет закрепление стенок в компостной кучи. Для этого используют различные материалы, которые нашлись на участке. Особенностью является то, что задняя стенка и боковые стенки связываются досками изнутри, а наружная стенка – снаружи. Давай на 2-3 метра. По периметру компостная куча обкапывается канавкой, в которую будет заглубляться шифер, из которого будут состоять стенки компостной кучи. Вот так устанавливается лист шифера. Прокопалась ямка, теперь устанавливается лист шифера изнутри кучи и прислоняется к поперечным доскам. Вот такой вид имеет компостная куча на подготовительном этапе. Вернее, подготовительный этап закончит. На дно компостной кучи укладываются тонкие ветки деревьев для того, чтобы обеспечить дренаж компостной кучи. В садовую тележку загружается материал, который будет служить наполнителем компостной кучи. В стачке выгрузили слой отходов сельскохозяйственных, и они будут составлять нижний слой компостной кучи. Следующий слой компостной кучи – опилки прошлогодние. Все это разравнивается ровным слоем и обрабатывается, поливается и обрабатывается М-препаратом. Для приготовления М-раствора на ведро воды выливается примерно 100-150 мл препарата Байкал М1. Компостная куча размешивается, и эта смесь нужна для того, чтобы полить каждый слой компостной кучи. Это приведет к тому, что компостная куча заселяется эффективными микроорганизмами, и созревание ее пройдет значительно быстрее. В компостную кучу хорошо помещать различные травы. Вот сейчас лекарственная трава – чистотел. Вот компостная куча таким образом послойно укладывается до самого верха. Компост, который попадает в компостную кучу, полуперегнившие ветки, листья, остатки жизнедеятельности животных, слоями укладываются, разравниваются и обрабатываются препаратом Байкал М1. Переднюю часть компостной кучи укрепляют с помощью металлических листов, так как нагружать компостную кучу одноразово очень сложно. По мере заполнения кучи добавляют к листы железа и укрепляют их с помощью плама. Теперь компостная куча приобретает вот такой вот вид.